И досадилась я при жизни мёртвым по отношению ко всем наслаждениям мира сего. И силою Твоёю, Господи, да утихнут бури под своим шагом, чтобы у побежденного было влечение ко всякой сладости воспоминаний о временном и видимом мире. Я преклоняю колено перед величьим Твоим и повергаюсь пред Тобою на землю, чтобы жизнь моя будет беспорядочной и отступничественной. Ещё один рецепт хлеба. На этот раз турецкий хлеб. Кто его пробовал, тот знает, какой это вкусный хлеб. Но я вот тоже сейчас попытаюсь его приготовить. Для этого мне нужно 200 миллилитров тёплой воды, 1 пакетик сухих дрожжей, 10 грамм, и 1 ложечка сахара. 150 муки. Накрою полотенцем и подожду, пока дрожжи начнут работать. В опару добавлю ещё 200 миллилитров воды. И постепенно буду добавлять 450 грамм муки. Муку буду просеивать. Добавлю 1 чайную ложку соли. Вымешиваю тесто на рабочей поверхности. Чтобы получилось вот такое тесто, я добавила ещё муки 50 грамм. И сейчас его беру и прямо вот так вот ударяю об стол. Минут пяти. Налью в посуду немножко масла. И дам тесто увеличиться вдвойне. И пока тесто подходит, я сварю чорбу из шпината с рисом. Чорбица, конечно, это тоже турецкая речь, слово. В сиропском языке очень много турецких слов. Это, конечно, не прошло даром. Ведь балканские земли очень долгое время были в составе Османской империи. 500 лет. Так что я готовлю блюдо, суп, как хотите, под названием чорба. Лук, морковь, лук, шпинат и 3 зубчика чеснока мелко нарежу. Нарезанные овощи протушу в растительном масле. Я забрасываю всё сразу. Овощи немного посолю и протушу. В почти готовые овощи добавлю 1 столовую ложку муки и вместе прожарю. Добавлю 1 чайную ложку сладкой паприки. Добавлю воды. Кофейную чашку вымытого риса. Оставлю чорбу вариться, вернее рису. И перейду к хлебу. Всего муки ушло 650 грамм. Хлеб присыплю полентой. И отправлю в духовку на 35-40 минут 200 градусов. Рис готов. Добавлю вегеты по вкусу. Чёрного молотого перца. И листики шпината. Проварю ещё 5 минут и готово. Хлеб тоже готов. Вот такой постный обед у нас сегодня. Пишите, поститесь ли вы, что вы готовите в дни поста. Спасибо всем, кто был со мной. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!